Не будь топором, не руби деревья. Возле здания кабинета министров прошел пикет против изменений в законе о вырубке леса, который позволяет рубить более молодые деревья. Подробности у Галины Солодовник. Галины Солодовник. Хотя мы не можем сегодня ничего изменить, решение уже принято. Для нас очень важно показать, что общество заботится о лесах Латвии и что надо думать о долгосрочной политике леса. Мы хотим, чтобы был найден способ, как вести лесное хозяйство. Самое важное – показать поддержку людям, которые отстаивают сегодня актуальный вопрос. Не послушав мнение специалистов, было принято решение, которое люди не хотят. Сейчас, когда еду к родителям в гости, печально видеть, что больше нет леса в некоторых местах. И каждый раз ситуация усугубляется. Латвия зеленая и, надеюсь, останется одной из самых физически зеленых государств. Важно, чтобы люди заботились о природе, а не просто зарабатывали деньги. Думаю, это ужасно, что принят такой закон. Мы считаем, что он только для того, чтобы получать прибыль от дров. И не принято во внимание мнение Организации охраны природы, что лес – это сложная экосистема. По словам защитников природы, более активная вырубка деревьев может привести к сокращению количества некоторых видов птиц, например, дятлов. Останется меньше деревьев, где они могли бы делать дупла. Девушки отдыхают. Поправки, разрешающие вырубку молодых сосновых, еловых и березовых лесов, были приняты 21 июня. Ранее эти изменения в законе дважды останавливались. В 2017 году и в 2019. Из-за общественного давления. С тех пор обсуждения по этому вопросу не велись, отмечают защитники природы. Галина Солодовник, Раева Фрейманис, РУС ЛСМ.